Всем привет! Субъективно в Америке приглашает вас на выездную сессию с Карибского моря! В этом видео я вам расскажу о моем американском... В этом видео я собираюсь вам рассказать немножко о моем опыте мексиканского all-inclusive и о том, к каким выводам я пришла, какой отдых оптимален для меня и людей, предпочитающих мой стиль жизни. Смотрите это видео до конца, расскажу вам о маленьком городке Пуэрто-Вентурас, о всяких секретных штучках и фишечках. И обязательно, мы же с вами вместе, которое насчитывает тысячелетия и тысячелетия всякой истории, обязательно в конце будет магия. Поехали! Коротко об отеле могу сказать. All-inclusive, как all-inclusive, включает в себя все, что включают обычные отели, еда. Вода, алкоголь, парочка бассейнов, несколько баров, несколько ресторанов, один из которых открыт круглое время суток и работает по принципу буфета. Остальные рестораны работают по принципу а-ла-карты, то есть нужно сделать резервацию. Детский клуб, развлекательный центр, спортзал, теннисный корт. В общем, все 24 удовольствия, кроме того, что, конечно же, в период трудностей, в период пандемии, видимо, из-за сложностей с поставками, из-за ограниченного количества публики здесь, еда была очень даже так себе, так же, как и алкоголь. Что, в общем, не было огромной большой проблемой и позволило мне увезти домой на 2 килограмма меньше, чем обычно. Сам городок стоит того, чтобы сюда приехать и остановиться в отеле или не в отеле, но обязательно. Городок Пуэрто-Вентурас посетить обязательно всем. Отдельной строкой скажу про море. Карибское море, океан, если говорить в глобальных масштабах, он здесь прекрасный, он здесь чистый, та самая голубая, бирюзовая, изумрудная вода. И в связи с тем, что особенности береговой линии, они здесь примерно такие же, как в Египте, то есть это камни, это лава, это вулканические породы и основное место занимают, конечно, такие каменистые углы. Но здесь благополучно, как вы видите, сделали, вырубили, сделали место для пляжа, там, где все желающие могут наваляться до посинения на вот таких вот лежаках. Там перед нами по-прежнему такой, как бассейн, который ограничен от самого океана волнорезами. Волнорезы сами по себе тоже отличное место для тусовки для рыбок, и все любители пошариться там с маской получили очень большое удовольствие. Ну а на этой стороне мы с вами приближаемся к лагуне. Лагуна представляет из себя залив, куда попадает океанская вода, но в силу того, что она проходит через фильтры, там нет столько водорослей, и там нет волн, и она даже в самые прохладные дни гораздо теплее. И это место, где и тусуются те, кто с детьми, и те, кто любит спокойную воду. В нормальные дни, когда нет адского шторма, здесь даже плавают на каяках, и эти лагуны, они полностью проходят через весь город и связывают между собой разные части. То есть на каяках, если заплыть, то можно уплаваться там на целый час. Здесь вода, как вы видите, тоже голубючая, зеленючая, песочек, классно, комфортно, тепло. На той стороне, вон, видите, приватный пляж, туда можно доплыть и там потусоваться. На любой вкус. Везде мелко, везде безопасно, для всех. Просто сказка. Так выглядит буфет. Главное место, которое открыто практически всегда с 6 утра, чуть ли не до 10 ночи. И, как и положено буфету, вы приходите, выбираете себе стол. Мы всегда выбираем стол, конечно, с видом на океан. Какой смысл обедать на океане без вида на океан, правда? Политика с масками, как вы видите, такая, что здесь, возле самого буфета, просят маски носить. Обычно бывает пара-тройка блюд из курицы. Обязательно в каком-нибудь виде картошка. Брокколи всегда есть. Какие-нибудь тушеные овощи. Еще овощи. Сегодня, по случаю, что я снимаю для вас этот эпизод, дали особенную какую-то рыбу. Махи-махи. Вот. Ну, рис, конечно же. На этой стороне работает гриль и жаровня. Можно заказать какое-нибудь мяско, пожарят вам быстро-быстро. Или, конечно же, американцы часто выбирают вот такие вот штуки для бургеров. И вот так это здесь все это жарят. Вот так это все нам нажарят и подают. На этой стороне сто пятьсот миллионов булочек. Хлеб не едим. Не едим хлеб, как бы он не выглядел привлекательно. Ну и тут всякая милая глупость. Огуречки, гуакамольчики. Вот эта штука, не знаю, такая огромная. На вкус оказалось что-то среднее между редиской и редькой. Брокколи. Брокколи. Кус-кус. Кто любит. Ох, вот это самая главная боль и печаль. Вот это всегда все тоже на завтрак и больше ничего нет. Ну и тут еще немножко разные соусики. Оливочки, малевочки, салатные смеси. И спрашивали сегодня у меня на лайвстриме про фрукты. Ну вот так, с фруктами примерно так. После того, как вы благополучно снабдили свою тарелку всем, чем хотели, вы проходите мимо вот здесь, вот этого барного уголочка и говорите, что вы собираетесь пить. Непонятен, конечно, порядок, но вот здесь такие говорите мне умно сербеса, а потом вам это приносят за столик. Напитки отвратительные. Даже пиво так себе, уж что там говорить про вино или коктейли. Ну, оно и лучше. Алкоголь же это зло, мы же все с вами помним. Ладно, приятного нам аппетита. Ну, а нам приятного аппетита. Это сегодня наш такой очень здоровый обед. Точно. А вот здесь у нас как раз-таки все места, где можно получить разнообразные завтраки, обеды и ужины. Испанско-мексиканский стиль. Классное место оказалось. Здесь вот такой вот бар. Строго испанский, тапосы, всякое такое. На этой стороне совершенно отдельный ресторан с отдельным типом еды. Ни разу не попали, не знаю, какой тут вид еды. Вечером красивенько, прохладненько. Ветер с моря, дул. И, наконец, my favorite. Вот это самое новое, самое свежепостроенное, можно сказать, и по стилю заведения, и по виду отделки, и по расположению. К сожалению, всех держат внутри, снаружи, все столики убраны. Было бы классно вот здесь позавтракать. Но, увы, придется идти внутрь. Все эти ресторанчики, они, что называется, а-ла-карте. То есть вы имеете набор определенных блюд, среди которых вы можете выбрать. Есть, конечно, вегетарианская опция, есть острая, не острая. Для того, чтобы прийти в этот ресторан, в некоторые из них нужно делать заранее резервацию в течение дня, в некоторые ничего не нужно. Ну, скажем так, еда не выдающаяся, но, бог мой, как они это все подают, как они все это сервируют. Очень красиво, вполне в себе в таком европейском стиле, вполне в стиле хороших, дорогих ресторанов. Так что оно того стоит. Если говорить о качестве еды, то в основном, конечно, как качество еды? Точно? То в основном, конечно, это местные продукты, преобладает курица и непонятного происхождения рыба. Но про стиль питания в этом отеле я должна сказать отдельно. Буквально три слова про комнаты. Как это делается в отеле в Мексике? Да, наверное, по всему миру, но мало ли, вдруг кто-то из вас не знает. Какую бы вы комнату не оплатили, когда вы резервируете, обязательно, обязательно всегда, когда въезжаете, спрашиваете, есть ли что-нибудь получше. Когда вы приходите в свою комнату, вас что-нибудь не устраивает или что-нибудь не нравится, снова идите на ресепшн и настаиваете, нельзя ли поменяться. Мы поменяли комнату с видом на лобби отеля и просто с видом на соломенную крышу на вот это прекрасное место с видом на... Видите, так ничего не видно, а вам видно будет, если я вот так встану в отражении. Прекрасно видно, какие у нас виды из комнаты. Прямо, простите меня, с кровати. Это как раз-таки тот случай, когда смелость города берет, и если вам что-нибудь нужно, надо настаивать, спрашивать еще раз, еще раз, еще раз. В итоге через один день мы перебрались в гораздо лучшую комнату с роскошным видом и весь отпуск ей наслаждались. Мексиканцы вообще очень сговорчивые, но у них такое представление о времени и о решении вопросов. Их любимая тема, это такое маньяна, маньяна, маньяна. Так что надо быть очень вежливым, но настойчивым. Уборка в комнатах мексиканский стайл, она тоже весьма своеобразна. Мне кажется, постельное белье не меняли не только во все время нашего здесь пребывания, но и перед нами это постельное белье просто аккуратненько стряхнули, крепко-крепко натянули на кровать, чтобы выглядело хорошо. Вот ненавижу эту манеру. Видите, как все заправляет под матрас таким конвертом, и ты забираешься между простынями и весь такой в этих конвертах. Это у меня, наверное, наследие советского детства, когда я ненавижу, когда мне говорят, что делать. Здесь такой угол с кофе, здесь такой угол с теликом. Здесь главная штука, ради которой все это было затеяно. Просыпаться с видом на океан. Такой вот маленький компактный отель. По меткому замечанию моей подруги наступает возраст, когда сборы в отпуск начинаются со сбора аптечки и разных необходимых кремов. В этот раз я приехала, конечно же, очень хорошо оснащенная. Вот наше кокосовое масло, которое на все случаи жизни, до пляжа, после пляжа, для волос, для пяток, для чего угодно. И все остальные защитные кремы, которые я перепробовала просто как могла, с разной степенью защиты, с разными факторами. С утра, вечером, с обеда до, как вы видите, аж фактора 70. Но хорошо все сработало, никто ни разу не обгорел. Не бегала я, наверное, года два, но в этих декорациях пробежаться просто, это какой-то невероятный кайф. Рано утром, в 7 утра, температура примерно 18-20 градусов. Может, чуть выше, но благодаря бризу с океана. Ах, и представьте, ты бежишь, с одной стороны у тебя яхты, а с другой стороны у тебя дельфины. Точно? Точно. Точно так. Она родилась здесь? Она родилась здесь? Она родилась в доме. Как их жизни, около 50 лет? Именно, когда они родились в медицинской области. На родственной области, она родилась около 19 лет. Окей. Что ты делаешь, Грета? Ты так красиво! Она любит это! Баттл-нодолфин — это специя, которая адаптирует свою жизнь. Что нужно, чтобы быть тренировщиком? Баттл-нодолфин — это специя, психология, психология. Ты должен знать специя? Нет. Ты должен знать специя? Ты должен знать долфин, да? Очень хорошо! Определенно, Пуэрто-Вентурас — место, где вы захотите быть, если вам очень хочется получить кусочек вот этого чувства, словно вы живете как местные. Город поддерживается в удивительной чистоте. Все такое прям прилизаненькое, чистенькое. Местные в основном передвигаются либо на вот таких вот машинках, в golf-картах, или на велосипедах, или, как вот там вы видите, на мопедах. И пешком, как ваша покорная слуга. Весь город можно обойти, наверное, за полчаса, минут за сорок, благодаря тому, что здесь все близко к океану, постоянный легкий бриз и много теней от вот таких деревьев. Поэтому прогулки по этому городу — одно сплошное удовольствие. К вопросу об инвестиции в недвижимость. Ну, хватит греметь! Вопрос об инвестициях в недвижимость можно увидеть, смотрите, что конда вот с таким вот видом прямо на океан или на залив для лодок будет стоить примерно 550-600 тысяч долларов. Только один вопрос — можно ли сделать моргидж или надо платить живыми деньгами. Важное замечание по поводу еды. Во-первых, если у вас чувствительный желудок, берегите себя и не пробуйте ничего непонятного, неизвестного и слишком уж экзотического. Потому что вода здесь совсем другая и совсем неправильная, и малейшая капля этой воды, оставшаяся где-нибудь на листьях салата или на чем-то еще, может повлечь в общем проведение в маленьком домике невероятного количества часов. Другая тема — не пытайтесь найти здесь хороший стейк или какие-то изысканные суши, потому что они специализируются совсем не на этом. Хотя надо признать, что и севиче, который ожидалось бы здесь, чтобы он должен был быть классным, потому что ну вроде как карибская же тема. Ну, севиче тоже оказался. В парочке мест я его попробовала. Такое себе. Но не за едой мы сюда ехали. Еда в Мексике в этот раз вообще не задалась, надо признать, что на самом деле большой плюс. Я за шесть дней бросила парочку-троечку лишних килограммов, и это очень приятно. Представители местной флоры и фауны довольно пугливые. Везде висят знаки о том, чтобы их не кормить и к ним не приближаться. Я сейчас приблизилась только чтобы вам показать, на самом деле, да, я их тоже боюсь. Что-то есть такое глубинное животное в этих вот хладнокровных гадах. Интересно, игуаны хладнокровные? Вся вот эта прекрасная марина, еще один очень увлекательный, завлекательный point of Puertum Aventuras. Господи, что я перепрыгиваю с русского на английский, простите меня. Пять дней разговариваю только на английском, немножко на испанском, уже русский стала забывать. Так вот, половину заинтересованных увлекает это тем, что можно предпринять так называемый sunset cruise, когда вас вывозят на вот такой вот яхте куда-нибудь и вы наблюдаете в океане. Sunset, господи, sunset. How to say in Russian sunset? Sunset? In Russian. Господи. В закат, там со всяким шампанским, устрицами, всякой фигней. Приезжаете обратно абсолютно пьяные и укачанные. Либо как вот эта лодка, обснащенная всем, что необходимо для рыбаков. И даже там у них кондиционированная кабина, которую они позиционируют как большое преимущество. Так вот, если у вас есть интерес в подобном мероприятии, обязательно придите сюда. После того, как узнаете цены в агентствах, у разных брокеров, в интернете, обязательно придите сюда. Потому что здесь чаще всего вы можете встретить либо владельцев этой лодки, либо того, кто представляет интересы владельцев. И можете избежать небольшой переплаты в размере того, что вы бы заплатили еще брокеру. Проблема в том, что совести у них тут нет никакой. И, допустим, вот эта конкретная рыбацкая лодка, о которой я говорила, нам предлагалось 1200 долларов за человека. Для того, чтобы присоединиться к уже набранной группе из шести человек. Но мы и не собирались, поэтому с легкостью повернулись и пошли дальше. После того, как мы нагулялись и шли обратно, они так еще не отчалили. Уже предлагали все это дело за 800 долларов за двоих человек. В итоге, не, мы, конечно, никуда не поехали, но лодку типа вот такой можно арендовать просто на нас двоих за 400 долларов. Вывезут в океан, бросят там безжалостно и скажут, плывите обратно сами. Это сейчас была шутка. Короче, если вас интересуют всякие такие туры-муры, поинтересуйтесь, конечно, в агентстве и все такое. Но обязательно зайдите вот сюда и посмотрите, может быть, вам удастся сэкономить и даже получить какую-нибудь более интересную сделку. Ну мало ли, у них вдруг все отменилось, а они уже под парами стоят и им надо ехать. Несколько месяцев назад, когда мои друзья привезли меня показать мне этот город, я представляла себе вот такой вечер вот здесь, в этом районе, где... Собираются все, и всякие ресторанчики, и всякие разные заведения. Представляла, как мы сидим вот здесь вот за столиком, перед нами дельфины, прекрасный мексиканский вечер. И это было все настолько реально в моих воображениях, в моих мечтах. Привет, Зайцев. Привет. И один день я сказал, «Эй, мисс, я могу спросить тебя?» «Меня ты?» «Меня ты?» И она началась笑аться на меня. И на следующий день она сказал, «Эй, hello, как ты?» И это было бы хорошо. И это было бы только для того, чтобы мы с вами были. Она говорит мне. И теперь, как она приходит, мы делаем ребенка. Так что вы думаете, что русские в частности руды или полиции? Нет, они очень... Протечительные. Протечительные. Ты знаешь, что я имею в виду? Я знаю. Я знаю. Не плохо. Не плохо. Но они очень... Очень... Очень директно. Очень директно. Они просто говорят, что они хотят. Ну и напоследок, мои собственные соображения по поводу выбора либо all-inclusive отеля, либо место, где вы только платите за проживание. Все остальное решайте сами. В all-inclusive я не поеду. Никогда не говори никогда. Но, в общем, я понимаю, что я вовсе не all-inclusive person. Я нашла здесь вот такие вот классные штуки. Это жилой комплекс, кондоминиумы, квартиры, которыми владеют люди, владеют владельцы. И они их сдают в аренду на время, когда они сами там не живут. Стоимость такой вот комнаты в одну-две спальни может стоить примерно за 6 дней 300-400 долларов. Что по сравнению с all-inclusive, за который мы заплатили 1200, сами понимаете, сопоставимая весьма существенная разница. И оставшиеся деньги, учитывая, как недорого можно есть, обедать, завтракать и ужинать в мексиканских ресторанчиках, оставшиеся деньги вы никогда в жизни не проедите и не прокатайте на экскурсии. То есть однозначно в следующий раз, когда мы приедем сюда с моей дочерью, через полгода мы где-нибудь вот тут остановимся. Видите, сразу из окна вам океан и прямо у подножия здания пляж. Я уверена, что у них там включен Wi-Fi, постельные принадлежности, полотенца. В каждом таком маленьком здании есть либо свой бассейн, либо у них посредине комплекса вот там еще большой бассейн, всякие бары, рестораны. И как раз таки весь этот центр, где мы чуть ранее с вами ходили, где я показывала вам прекрасных дельфинов, он ровно на заднем плане этого комплекса. То есть вы выходите из дома либо идете направо на океан и наслаждаетесь, либо выходите, идете налево в сити-центр, где гуляете, прогуливаете свои сланцы и пляжные платьица, любуетесь дельфинами, покупаете сувениры, отведываете что-нибудь вкусненького в этих ресторанчиках. Там же есть всевозможные центры, где вы можете найти любые экскурсии, арендовать велосипеды. Вот видите это здание на углу. Я обещаю вам, что через полгода мы будем снимать видео оттуда. Вот увидите. Новая мечта у нас. Увидеться с дочерью и потусить с ней на океане пару-тройку недель. Даешь реализацию исполнения новой мечты. Вот здесь вот на вот этом деке по утрам чуть раньше я обратила внимание, местные делают йогу под руководством одного из предводителей йожных. Вообще, посмотрите, какая красота. Что еще нужно? Зачем он нужен, весь этот ул инклюзив, вся эта бесконечная еда и алкоголь, когда есть вот такая вот ляпота. Для всех терпеливых, кто досмотрел мое видео до конца, как обычно, небольшой подарок, сюрприз, магическое послание. Вы видите этих собак? Собаки в Мексике очень популярны. На улице можно увидеть самые разнообразные породы. Они все абсолютно хорошего разведения. Видно, хороших кровей тратят на них большие деньги. А вот такие собаки, они символизируют собак, которые почитались в культуре майя и были посланниками и курьерами бога Куцель-Куатля. Название бога я сейчас, конечно, переврала, потому что оно абсолютно непроизносимо. Но, тем не менее, вот эти собаки, как вы видите, они украшены традиционными мексиканскими мотивами и очень серьезно выглядящие собаки. Сейчас мы одну из них с вами погладим или даже обеих. На удачу, на счастье, на исполнение всех ваших желаний, чтобы все у вас получалось, чтобы вы мечтали и ваши мечты реализовывались наиболее оптимальным, легким способом. Все у вас получалось. И жизнь, судьба, вселенная давала вам именно то, что вам наиболее нужно в данный момент. А если что-то не получается, чтобы у вас была свобода и легкость, это отпустить. Ну, а вы потрите за меня носик той собаки на площади Революции, когда будете там. Договорились? Что я вам говорила? Собаки в Мексике мега популярны. А это вот шаттл собачьего отеля. Шаттл собачьего отеля. You all want to go home. You all want to go home. Poor babies. What are you doing? Wow. Oh, sorry, baby. Thank you. There are four of them. Oh, my God. What are you doing? К вопросу о собачьих гостиницах. Угу.